Здравствуйте! Эх, непостоянно февральская погодка. Бешеный ветер. То дождь, то солнце, то снег, то облачность. Да, долго я сегодня на улице с колуном не сдержалась. К сожалению, пришлось отправиться домой пораньше. Так же поступила бы нефацией. У него странная манера появилась. Так, ребята, у меня там вообще-то орехи лежат. Не надо бы их переворачивать-то. Так, он забирается на сугроб, мяукает за окном, а потом подбегает к тому окошку, которое открывается, не поленившись при этом обогнуть угол дома, и забирается. Опять же сугроба в растворённый Настя шагнон. Быстро-быстро он сегодня нагулялся. Ну, меня это даже радует. Вздулся ручей, появилась открытая вода, и весьма вероятно, что кое-кто мог бы искупаться. Уж лучше бы, если здесь, в домике, где, правда, не всегда можно скрыться от пушинки, которая непонятно куда вновь подевалась. Она как чертёнок из табакерки. Выпрыгивает непонятно откуда, переворачивает всё. Порой скидывает мой халат, что обычно лежит аккуратно, свёрнутый на стуле, и уследить за нею нереально. Вот, затаилась с тем, чтобы вынорнуть опять. Да, в такую погоду, как бы ни был велик соблазн, ещё немножко поупражняться. Сколько дров, лучше уж засесть у печки и довести до ума ту деревяшку, с которой я столько времени провозила. Сказалось бы, маленькая полежка была, но очень хочется посмотреть, что выйдет в результате. И сегодня я, пожалуй, узнаю, что же у меня получилось. Ну, как всегда, если будут к тому условия. Ну, как всегда, надеюсь, что пуша вовремя уляжется спать, и мне ничто не помешает. Выспа только что пришла каря, до этого веса, а кошки схитрились, выключить у меня по вкусненькой колбаске. Бонифаций своему ментально захомячивалась кросс за дверью, а вот пуша, как всегда, намерена поиграть. Так, и при этом ещё покрывала раскорябать. Что? Нет, моя радость, ты своё лакомство уже получила. Ну, ну, ну. Вот давайте мне штаны рвать теперь когтями на радостях. И косточки я вам уже выдала. Всё, хватит. И у пушники ничего не отнимать. Вот интересно. Ото жмёт, не отожмёт. Суть бы тому, как хвостиком виляет, всё-таки собирается. Вот любопытно будет понаблюдать, как это всё произойдёт. И пока я нахожусь рядом, естественно, она котёночку не полезет. Ой, коварная Висяндра. Так. Что можно сделать? С вкусняшкой, если желание не просто пожевать, а ещё и поиграть. Да, не защеряться тут можно достаточно долго. Ой, ой, ой. Так. Электроцепь. Мягко переместилась на пол. Ну что ж, надо телефон выключать. Да поднимать. А Вися рыскает, как акула. Около потерпевшего крушения корабля. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Копошаться, хулиганить. Чудные мои зверёшки. Как же приятно за ними всё-таки наблюдать и каждый раз ждать чего-нибудь новенького. Ну-ну. Кушайте кошачьи происки. Вися демонстративно повернулась спиной. А Куша пытается извлечь свою добычу. Угу. Скрылась. Ох, Висёнок, весело мне с вами. Ой, как весело. Ну, скорее всего, она её там и захомячит. Потому что за креслом особо не разыграешься. Но зато никто и не отнимет. Ручковная Виська. Завалилась через некоторое время спать. Да, отжать колбаску у Кушеньки так и не удалось, кстати. А, вот она. Залегла. Отсыпаться после сытого обеда на кресле. Естественно, после колбаски. Ещё и паштетика сухие формы захомячили. Там же витаминчики, которые так удобно с паштетом мешать. И вот теперь надо всё это переварить. Ну, а я переварила в плане шлифовки свою новую деревяшечку. Ну вот. Теперь мне остаётся самое приятное. Поставить льняную маслицу на печку. Немного подождать. Естественно, не просто просиживая. Ещё разок пройти с самой-самой мелкой шкурочкой. И уже тогда посмотреть, что же вышло. К тому же время ещё не позднее. Всего лишь три часа. Освещение замечательное, поскольку вновь развеяло облака. Но это, пожалуй, ненадолго. Всё-таки пасмурный сегодня денёчек был. И ветер продолжается, несёт по небесам. Всё с огромной скоростью. На улице я точно сегодня уже не выберлся. Хотя голубое небо ещё присутствует. Увы. Ненадолго. Вновь обещался снегопад. Похолодание. Ну, неудивительно, что ветер так дует. А Радик уже давно отправлялся к дому. Ой, видела его около крыльца с мисочкой корма. Сегодня, наверное, уже больше не появится. Но по-любому мне не скучно. Ищем заняться. И надо притворять свои планы в жизнь. Да. Одна горпотёнка у меня достаточно простая. Но условия нелёгкие. Случилось так, что произошла некоторая рокировка. Собаки отправились гулять. Тем временем вызву забрёл Бонифаций. Разбудил Пошу. Которая так сладко спала после обеда. И вот сейчас уж не знаю, не знаю, что произойдёт. Я уже масло разогреваться на печку поставила. Шлифовка закончена. И вот пришлось паучка повесить. Хотя он позабыт, пока Боня присутствует. Ну, как же у него такой развесистый, пушистый хвост. Приятно зацепиться. Поиграть. Но Боня, кстати, хвост дорог. Ему это не особенно нравится. И вот если сейчас этот двойной комок разделится, начнёт носиться по комнате, мне точно не сдобаровать. Да нет. Вытереть масло-то с пола – это не проблема. Чтобы никто из них только не обжёгся. Не повредил себе. Ну, ладно. Как было бы удобно поставить на треногу телефон, всё это снимать, показывая, и при этом крутить, вертеть в руках как угодно своё изделие. Но, увы, в присутствии котиков я подобным не рискую. Опрокинуться могут в любой момент. Однако запашок пошёл по избушке. Маслица нагрета. Как будто ни было, надо приступать. А на улице вновь темнеет. Опять западал снежок. Птицы копошатся у кормушки, отлетая-прилетая. И снова дятел. О, красавчик! Но мне сейчас не до него, потому что надо заканчивать свою работу. Но всё-таки хорош, хорош, и прилетает в одно и то же время. Вот оно, постоянство. Не то, что у моих котов. Но вроде как временное затишье. Боня остался на кровати, пушенция куда-то испарилась. А я пытаюсь приступить. Ну, часто приходится дело иметь с осиной. Как же неудобно. Глотат шлифованные изделия скользит по поверхности старого куска ДСП, оставшегося от шкафа. Хорошо второе ручонкой придержать, но так ничего не показать. Уж не знаю. Многие пишут, что покрытие льняным маслом действительно интересный процесс. И мне, конечно, очень интересно не только самой, но и всем это показать. Насколько всё меняется под кистью старой, обгрызанной весей. Но, тем не менее, я её не тороплю сменять. Господи, мне особенно удобно в руке держать. Но качественные волоски не выпадают. Всё получается достаточно скоро. А потом, я не знаю, какое-то у меня чувство всё время, что если именно ею я работаю, то всё получается хорошо. Ох, ёлки-палки. Какой контраст, какие краски и как приятно посмотреть. Так... И вот до самой Зеленца проступила. Чем дальше, тем интереснее. Почему у человека только две руки? Мало-мало, не хватает. Ну, худой комет. Конечно, был бы какой-нибудь хвост функциональный, которым можно что-то подержать. А нет. Рудимент и атавизм и хвост от... Нету, только несколько позвонков. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Да. Классно получается. Рискну. Испачкав руки, всё перевернуть. Их, телефон его не заляпать. Мои старые штаны. Чего лишь штук они не претерпели. Нет, ну телефон-то у меня, конечно, сейчас в штатив поставлен. Я всё время так делаю для того, чтобы не заляпать свой любимый телефончик. Так, всё же хочется показать всё и сразу. Разумеется, я потом ещё разочек поставлю масло на печку. Хорошенечко его разогрею. Вторично покрою всё через полчасика. Ну, а затем уже через несколько суток. Да, разогретое масло проникает куда-клубже в поры древесины. Впитывается и придаёт невообразимые оттенки. Такая замечательная полоса. Жалко, что на днище. Нет, всё-таки осинка, древесина просто великолепная. И вот единственная верочка. Привет от черепа тучица. Хм. Ладно. Так, немножко впитаться и снова продолжать. Ну, честно говоря, результат превосходит ожидания. Не думала, что так красиво получится. Однако всё можно будет выяснить только на следующий день, когда всё просохнет, впитается по первому разу. И можно будет действительно рассмотреть всё, играя бликами древесины на свете. Но не таком, как сейчас, а более ярком. Ух, приятненько, приятненько подобно взаиматься, но несоразмеримо. Сколько времени тратишь на обработку стамесками, шлифовку и как скоротищен момент покрытия льняным маслом. Ладно. Сейчас ещё разочек, после небольшой паузы, всё это дело завершу. Пропитаю. Ну, а затем возьму заначатые вчера, пока деревяшка обсыхала. Вот это блюдо меня ждёт. И тоже осина, и тоже любопытная окраска. Но для того, чтобы блюдо стало устойчивым, надо ещё огромное количество дерева снять с этой стороны. Пожалуй, завтра постараюсь отшлифовать универстаке в уличной мастерской болгаркой. Впрочем, на сегодня работёнки хватит. А там очередные проекты. И, как говорится, покой нам только снится. Мне ещё ключницу в виде совы предстоит делать. Может быть, даже не одну. Хотя, кто знает. Сидела, вырезала, а тут Ника с пакетиком. А в пакетике покупочки. Ну, ну, мы почти растаяли. Мороженое. Почти растаяла, наверное. Ну, сейчас на улицу. Ладно. Спасибо. Слушай, я купила лук сего. Не знаю, сколько хватит. Кому? Тебе. Ник, я осенью всё посадила. В смысле? Ну, есть такой вариант сажать лук сего под зиму. Мало того, что я себе посадила. Мне же ещё из Белоруссии тогда прислали. Я уже не знала, куда пихать. Не могу, что ты начинала тебе покупать. Нет. Я помню, чеснок ты сажала. И чеснок, и лук. Я всё уже посадила. Надо тётю Тамару спросить. Может, ей надо. Ты знаешь, можно тётю Тамаре, но мне, ей-богу, уже некуда сажать. У меня свой-то ещё остался. Тебе, кстати, не надо? Нет. У меня полно. А это та самая бутылочка. Я просто думала, что он сейчас вон хороший, пока свежий. Он великолепен. А, кстати, в осень его было крайне сложно достать. Так. Ух, какая. Слушай, ну они же все разные, да? Да нет, одинаковые. Ну вот как такая кривая отливка может быть одинаковой? Ну, форма такая кривая. Потрясно. Ну что, какие-то высокие цветы надо будет ставить. Вот только, чтобы никто их не своротил. Ну, спасибочки. Мне вот тут телефон сфоткала. Красота. Ой, а у меня тут конвейер пошёл. Я только-только закончила одну штуковину, начала вторую. Как играет. Какой нафиг хрусталь? Обыкновенное стекло. Ну, насколько же всё это красиво. Я думала, ты проиграет, говоришь про кошку. Про кошку я уже устала говорить. Потому что каждый раз что-то новенькое. Ай, каждый раз что-то интересненькое. Ни одной фотки в фокусе. Кошка сама по себе фокусник. Вот уж действительно, доброе дело не остаётся безнаказанным. Да, я действительно посадила лук под осень. А Ника решила отнести его к соседке люди, что живёт в доме напротив. У неё огород громадный. Там наверняка на всё место хватит. Его можно и по весне сажать. Ну, а я в последнее время предпочитаю под зиму. Шикарная бутылка обрела своё место на верхней полке, куда ещё никто из котов не добирался. Нет, Бонифаций порой захаживает. Но думаю, что кошку туда ещё не скоро прорвётся. Кстати, где она? Ну, как всегда. Таинственное исчезновение. Ну, а на ужин у меня сегодня в качестве десерта. Мороженое. А пока продолжаю вырезать. Хм, как всегда. Стружки и творческий процесс. Кстати, за стружками пушь теперь охотится с удвоенной силой. Уж больно ей понравилось гонять их по комнате. Ты не только их. Пушай, прекращай. Ну, оставь в кресло в покое. О, вот и веник. Ну, насчёт веника-то ещё рановато. Для того, чтобы подметать, мне ещё многое предстоит сделать. Ну, конечно, с твоей помощью. Ох, чудушка маленькая. Какая прелесть, да? Стружки. Мне они тоже нравятся. Вот шлифовка. Это несколько заумевнее. Ну, а пока можно творить, выдумать и пробовать, чем я и намерена заняться. За окнами уже смеркается. Я засел его в печке. Возиться со своей деревяшкой. Но тут трактор зарычал. С работы вернулись лесорубы. И не с пустыми руками. Мою платную парковку, точнее, бесплатную, оплатили. Вот. Сувель. Да чего признательно. Ну, угостил конфетами. Благодарность. Но ребята обещали, если что, попадётся ещё привезти. Ух, как же я соскучился по этой великолепной древесине, Пушка. Какие замечательные вещи можно из неё делать. Есть блюда, подставки под телефоны. И, честно говоря, единственное, что я для себя, собственно, оставила за долгие месяцы, это вот эта подставочка под телефон в форме лебеди, которая просто просилась на то, чтобы из бесформенного куска подобное слепить. Ну, а теперь открылись новые диапазоны. И многое можно сделать. Уж не знаю, каким Сувель окажется, но если ребята мне что-нибудь ещё привезут, это будет просто замечательно. Ну, вот. Приятная нотка под вечер. А на улице уже стемнело, и даже штора, заброшенная наверх, не даёт возможности продолжать работать. Сейчас надо включать свет и ещё некоторое время покорпеть над новым блюдом. Ну, какие-нибудь перспективы открываются. А, да чё ж приятно. Да, вечерок сдался. Ненадолго выходила на улицу, вернувшись за столы кушу, займёвши мою табуретку. А, видимо, такая же окне поклонница, как и я. Ну, как же. На муленое местечко. Приятно посидеть около открытого огня, полюбоваться на вспылающее пламя, привести себя в порядок. Вот другого места ты и не нашла, а? Ну, а мне же ещё работки-работки. Малыш, давай-ка я тебя куда-нибудь пересажу. Хотя замечательно смотрится. И огонёк ей явно понравился. Прошло буквально несколько минут, после того, как мы с Андреем пообщались, и за окном повалил снег. Да как он? Крупный, пушистый. И вновь всё вдалеке вскрыло пеленой. Вероятно, будет продолжаться долго. Вот уж февраль, вот уж погодка. Буквально несколько минут, и всё меняется вокруг. Ох уж не знаю, что будет к завтрашнему дню. Но, как всегда, увидим и узнаем, что завтра будет, я не в курсе. Но пока все зверики своим сонливым состоянием дают понять, что завтра будет приблизительно то же самое. Мёртвое царство. И даже пуша спит, растянувшись на креслице. Но мне пора заканчивать. Ну, столько можно. И есть уж как-то захотелось. Да, собственно, и сегодня достигнуты неплохие результаты. И отдых я, естественно, заслужила. Ладно. Завтра будет день. Завтра будет что-то новенькое. Ну, а пока уборочка и отдых. Надо действительно немножко подумать о себе. Сколько же можно? Это одна деревяшка. То другая. То дровишки. Беру пример животных. Надо отдыхать. Ну, и утро началось достаточно рано. Бонька разбудила меня в шесть. И уже не хотела сложиться. Ну, как всегда, кофеёк. Созерцание того, что удалось смострячить вчера. Это как прощупывание, где бы ещё углубить. Как отшлифовать. Ну, что ж. Сегодня будет продолжение. Ну, а пока ещё несколько минут проведённых в теплеизбушке. В уюте. На улице растявкали с собаке. Что-то они сегодня неспокойны. А дальше новый день. И новые приключения. Ну, а пока здоровьи всем удачи. Увидимся снова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»